Привет и начнем мы с новостей экономики. На этой неделе первый зампред Центробанка Сергей Швецов посоветовал россиянам в кризис не покупать себе по несколько телевизоров. Блин, ну вот как так? Купила сегодня 7 телевизоров, завтра еще хотела 3-4 докупить, а оказалось, что не надо. Есть же еще и переносные телевизоры, вот их бы еще десяток-другой килограмм накупить, а лучше мешок сразу, чтобы потом в магазин не бегать. А то бывает, что всю ночь с друзьями телек смотрел, просыпаешься на утро, хочется хотя бы минутку на Киселева поглядеть, приходится сына в Эльдорадо посылать. Вообще мне нравится, как Центробанк дает умные советы. Последний раз на моей памяти он советовал вам не покупать доллар по 35, потому что тогда вы потеряете деньги. Сейчас Центробанк советует не покупать телевизоры, может он что-то знает и телевизоры скоро станут мировой резервной валютой? Но вообще телевизор, конечно, самая бесполезная покупка в кризис. Если все будет действительно плохо, то телевизоры начнут возить прямо по улице, как в Крыму. Без программы «Время» вас точно не оставят, поверьте. Ну и надо сказать, что в целом жители России послушали Центробанк и скупили вместо телевизоров вообще все ламборгини, которые были привезены в Россию на год вперед. В следующей партии надо попросить концерн встраивать в свои автомобили телевизоры, россияне бы тогда сразу двух зайцев убили. А еще на этой неделе в Совете Федерации предложили перенести столицу куда-нибудь поближе к центру России, на Урал или в Сибирь. Там, где волчьи были тропы, мы построим барбершопы. Там, где пробегал Сайгак, будет Пушкин и Жанжак. Где лисицы норы роют, два Старбакса там откроют. Там, где были лишь медведи, будет заседать медведев. А какая рифма, вы заметили? Сам же сенатор Арнольд Тулахонов предлагает на роль столицы России Новосибирск или Свердловск. Да-да, Свердловск. Угадайте политическую ориентацию сенатора по тому, как он произносит слово Екатеринбург. Доктор, у моего ребенка страшный дефект речи. Сделайте что-нибудь, пожалуйста. Скажи Екатеринбург. Свердловск. Ууу, да тут союзин головного мозга. Вам нужно колоть перестройка ферон в мягкие ткани лет 5-6. И что, он выздоровеет? Нет, распадется на кусочки. Но вообще, я думаю, что идея с переносом неплохая. Лучше вообще переезжать с какой-нибудь периодичностью. Это позволит решить многие проблемы Москвы. Например, перенаселенность. Ты только захотел понаехать в столицу, она уже ускакала в леса. А еще на этой неделе суд в Карелии признал, что пословицы «закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло» и «законы святы да законники лихие супостаты порочат честь и достоинство полиции». Суд обязал местную газету «Северные берега», которая напечатала названные пословицы в одном из своих номеров, опровергнуть их. Писать опровержение для пословиц – это, конечно, новое веяние в русской культуре. Как-то до этого раньше никто не додумывался. Вообще, рассмотреть в этих пословицах конкретно полицию – это нужно иметь большой талант. Я думаю, что в других пословицах суду тоже везде полиция меречится. Полиция от милиции недалеко падает. Семеро с сошкой, а полицейский с ложкой. Пришла полиция, отворяй ворота. Не обманешь ни полицейский. Полицейский полицейскому глаз не выклюет. В тесноте да не в полиции. Незваный гость хуже полицейского. Ты ему слово, он тебя в полицию. Под лежачего полицейского вода не течет. Не красная изба углами, а красная изба ментами. Любишь кататься – люби и гаишнику платить. И, наконец, не выноси мусора из избы. После опровержения пословиц России ждут и другие увлекательные мероприятия. Споры с частушками, критика поговорок, разоблачение народных песен и дискредитация хохломы. А еще на этой неделе российские студенты записали видеообращение в ООН с требованием судить Барака Обаму. Хотим обратиться к Организации Объединенных Наций, ко всем странам, участницам ООН, ко всему миру. Мы не понимаем и не хотим понять, почему Соединенные Штаты Америки взяли на себя роль всемирного судьи и палача. И просим ГАГский трибунал расследовать действия Барака Обамы. Правда, например, в Саратовском вузе сказали, что не знают этих людей. Оказалось, что это просто молодогвардейцы, которые снимаются на фоне вуза, но не учатся в нем. Не понимаю тогда, зачем такие сложности. Ну, встаньте у здания ООН, представьтесь Пангимуном и скажите, что отправляете Обаму под трибунал. Потом короткая запись у ГАГского суда, где вы приговорите Обаму к отсидке в Гуантанамо и все, получите 500 рублей и идите в Макдональдс. Ну и да, Вернацкий пишется с одной Н. Такая неделя, такие новости. С вами была Марина Мизинова. Подписывайся на наш канал. Увидимся через неделю.